Итоговый выпуск новостей на ЮИТВ. Мы собрали для вас все самое важное и интересное. И вот что у нас в выпуске. Чем грозит Россия суд в Гаге? Окончились слушания поиска Украины к Россию в Международном суде ООН. Жизни раненых на Донбассе волонтеров вне опасности, а вот состояние двоих бойцов пока крайне тяжелое. Национальный поэт Украина отмечает 203-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Все ли мы знаем о Кобзаре? Историческое событие Международный суд ООН в Гаге завершил слушание поиску Украины к России. Они длились с 6 по 9 марта. Киев обратился в суд с иском против РФ. Еще 16 января Украина обвиняет Москву в нарушении двух международных конвенций. О борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Речь идет о вооруженном захвате полуострова и притеснении крымских татар, а также о материальной и финансовой поддержке сепаратистов из самопровозглашенных республик Донбасса. Коллегия из 16 судей слушала аргументы украинской и российской сторон. И все четыре дня Киев снова был вынужден опровергать неправдивые доводы представителей Кремля. Предварительные слушания по делу Украины против России продлились четыре дня, с понедельника по четверг. Первый же день глава украинской делегации в международном суде ООН Елена Зеркаль просила суд ввести временные меры против России. Пока дело не дойдет до рассмотрения по сути. Прежде всего Украина просит обязать Кремль остановить поддержку террористов на Донбассе и прекратить дискриминацию украинцев и крымских татар. Украина требует компенсации за продолжающиеся нарушения России двух международных договоров. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Советники Украины приведут детальное обоснование природы нашего иска и причины, почему введение временных мер является неотложной необходимостью. На следующий день слушаний во вторник 7 марта выступали юристы и дипломаты со стороны ответчика. И сразу же удивили мир. Среди приведенных аргументов всплыли факты, давным-давно опровергнутые как представителями медиа, так и общественными активистами из Украины и других стран. А некоторые заявления в тот же день стали предметом шуток в соцсетях. Стоит отметить, что основным источником оружия и боеприпасов для вооруженных сил ДНР и ЛНР стали оружейные склады, унаследованные Украиной в 1991 от Советской Армии, заданием которой было сдерживать все силы НАТО. Многие из этих складов были оборудованы в старых шахтах Донбасса, которые позже были захвачены повстанцами. Другим источником вооружения стала отступающая украинская армия. Иронию пользователей соцсетей вызвал расположенный в Ростовской области АРФ небольшой поселок под названием Шахты. От него до границы с Украиной всего каких-то 26 километров. За последние два года Украина предоставила на суд мирового сообщества несколько десятков доказательств поставок вооруженной техники из АРФ пророссийским формированием на Донбассе. И, по мнению интернет-пользователей, представитель России в суде ООН только подтвердил обвинения, выдвигаемые Украиной. При этом, продолжая отрицать свою причастность к событиям в Украине, представители АРФ снова использовали старые фейки как официальный довод. Все они были в тот же вечер проанализированы и опровергнуты Министерством информполитики Украины, а заместитель министра в который раз привел убедительные доказательства как присутствия российской техники и войск на оккупированных территориях, так и спонсирования Кремлем вооруженных формирований на востоке Украины. Одной из основных причин обращения в Международный суд ООН стало отсутствие каких-либо подвижек в переговорном процессе между сторонами конфликта на протяжении более чем двух лет. С июля 2014 года официальный Киев сообщал о том, что Россия финансирует международный терроризм. По словам украинских дипломатов и юристов, Украина не единожды обращалась к Москве с дипломатическим протестом. Однако Кремль постоянно отбрасывал позиции украинской стороны. Около двух лет Украина пыталась решить с Российской Федерацией этот вопрос. За это время стороны обменялись почти четырьмя десятками дипломатических нот и провели несколько раундов двухсторонних переговоров. К сожалению, Россия проигнорировала все заявления Украины и отказалась обсуждать те вопросы, которые Киев считает основными в этом споре. Представители РФ попытались опровергнуть этот довод в своем же стиле. Заявили, что Украина раньше не выдвигала РФ конкретных претензий и апеллировала только общими данными. Хотя, по словам украинской делегации, официальные требования Киев предъявлял сначала агрессии. Уличив российских дипломатов в передергивании фактов, на третий день слушаний Украина решила передать суду ООН все дипломатические ноты, которые ранее направлялись России. Действия украинской стороны свидетельствуют о том, что все прошлые два года Украина пыталась договориться перед обращением в этот суд. Действительно, мы не планировали нагружать суд огромным количеством записей и протоколов прошедших переговоров. Но чтобы ответить на все обвинения российской стороны, мы сегодня эти записи предоставим. После выступления глава украинской делегации описала состояние российской стороны двумя словами – задумчивое и расстроенное. Так как все доказательства, предоставленные Украиной, свидетельствуют, действия Кремля противоречат международным конвенциям. Россия финансирует терроризм и нарушает права людей на оккупированных территориях, отметил представитель Украины профессор Гарольд Коу. Факты, предоставленные Украиной, показывают, что ситуацию необходимо решить безотлагательно, как на востоке Украины, так и в Крыму. Как и в предыдущем иске, поданном против России и Грузии в 2008 году, этот суд должен назначить временные меры, потому что, во-первых, условия нестабильные и могут быстро измениться. Во-вторых, есть уязвимое население, которое нуждается в вашей защите. Это невинное гражданское население Украины. В-третьих, потому что идет напряжение из-за продолжения конфликта. И в-четвертых, продолжаются атаки, приводящие к смертям, ранениям и перемещению местного населения. Моя страна сегодня стоит здесь, перед лицом этого суда, в надежде на срочную помощь. Мы не просим, чтобы суд рассматривал многочисленные жалобы Украины на Российскую Федерацию из-за большого количества нарушений Кремлем международного права. Но мы просим принять срочные меры, чтобы защитить и спасти тысячи и миллионы невинных жизней, и чтобы обеспечить чрезвычайно нужную защиту народу Украины на Донбассе и в оккупированном Крыму. И в последний день предварительных слушаний российская сторона снова предоставляла свои аргументы. На этот раз слегка изменив тактику. Согласно доводам дипломатов из РФ, ГАГский суд неуполномочен разрешать конфликты между государствами. Но при этом пресс-секретарь президента РФ уже заявил, Кремль готов признать любое решение международных служителей Фемиды. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что действия Москвы не всегда соответствуют заявлениям. Как показывает практика международного суда ООН, принимая решение в том или ином деле, суд никогда на 100% не становился на сторону какой-то одной стороны в споре. И не обязательно, что суд удовлетворит все претензии, которые были предъявлены Украиной относительно России. К тому же россияне уже сейчас заявляют, что вообще это обращение Украины в международный суд ООН является беспредметным, что суд вмешивается во внутренние дела и отношения между Россией и Украиной. А это вообще бред, потому что суд всегда рассматривает отношения сторон, между которыми возник спор. Кремль, скорее всего, откажется выполнять те положения решения, которые будут фиксировать обязательства России как правонарушителя. После окончания слушаний судей удалились для обсуждения аргументов сторон. И лишь потом вынесут решение, стоит ли вводить временные меры против Кремля. Если суд удовлетворит требования Украины, сторонам огласят временные рамки для подготовки меморандума к рассмотрению дела по сути. Вадим Крамер для ЮАИ-ТВ. Перспективы судебных разбирательств между Украиной и Россией в международном суде мы обсудим с нашим гостем. Это Александр Евсеев, эксперт программы реформирования судебной системы Украинского института будущего. Кандидат юридических наук. Александр, здравствуйте. Добрый день. Какие аргументы украинской и российской стороны наиболее весомы для судейской коллегии? Прежде всего надо полагать, что спор, который ныне рассматривается в международном суде ООН, касается не всего клубка проблемы противоречия, которые возникли в наших отношениях, начиная с конца 2013 года, а Украина полагает даже с конца 2004 года, с момента Оранжевой революции, Первой Оранжевой революции. А касается только двух узкоюридических вопросов. Это нарушение Российской Федерации обязательств по международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В данном случае, разумеется, речь идет о финансировании структур ДНР, ЛНР. И нарушение Российской Федерации обязательств по международной конвенции о запрещении всех форм расовой дискриминации. Речь идет о дискриминации, в частности, крымско-татарского населения на территории Автономной Республики Крым. Поэтому все аргументы сторон в этом деле, и Украины, и Российской Федерации, касаются только узко этих двух вопросов. Перед тем, как начать разбирать это дело по существу, перед тем, как Международный суд ООН определит победителя в этом деле, ему предстоит решить ряд частных юридических вопросов, без которых ни наши две стороны, ни Международный суд ООН не могут двигаться вдальше. Вопрос вопросов — это подсудно ли данное дело, подсуден ли данный спор Международному суду ООН, для того, чтобы когда-то, в будущем, как правило, через несколько лет, он вынес по нему свое аргументированное полноценное решение. Вот об этом как раз вопрос. Грузия тоже подавала похожий иск в Международный суд ООН, и тогда суд решил, что это не в его компетенции. Вот этот сценарий, он может повториться сейчас? Действительно, после войны 08-08-08 Грузия обратилась в Международный суд ООН, и решение по этому делу, точнее о приемлемости и неприемлемости этого дела, было вынесено только три года спустя, в 2011 году. В 2011 году Международный суд ООН, что данное дело не подсудно ему по тому простому основанию, что Грузия не использовала необходимых арбитражных процедур, по которой по конвенции должны предшествовать обращению в Международный суд ООН. Иными словами, грузинская сторона не смогла доказать факт того, что она проводила эффективные переговоры или другие примирительные процедуры, направленные на достижение консенсуса с Российской Федерацией. В случае с Украиной? В случае с Украиной мы по своей жалобе, мы специально подчеркиваем, что Украина коммуницировала России 40 дипломатических нот и провела 4 раунда российско-украинских переговоров. Но нам надо доказать, что эти переговоры касались не просто каких-то проблем, которые возникли в отношениях между странами, а того, что они касались именно нарушения Россией, конвенции о запрещении всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма. То есть, иными словами, в материалах дипломатической переписки, которую мы передадим Международный суд ООН, необходимо, чтобы были сделаны ссылки на дипломатические депеши 2014, 2015, 2016 годов именно на эти две конвенции. В противном случае суду придется констатировать просто наличие спора о применении силы или территориального спора из-за Крыма, но не подпадающего прямо под действие этих двух конвенций. По-вашему, какой исход дела вероятен всего? Это зависит от того, какую позицию займет сам судейский состав. В принципе, судьи Международного суда ООН действуют в условиях так называемого информационного равновесия, потому что и украинская сторона, которая наняла адвокатов из американской юридической фирмы, и российская сторона, которую представляют, скажем, такие звезды юридической практики и науки международного права, как Майкл Суэйнстон или профессор Циммерман, они будут предлагать одинаково убедительные и одинаково красивые аргументы. Поэтому все зависит от того, какую позицию примет большинство в Международном суде ООН. Всего там судей, напомню, 15 человек. В грузинском деле суд был расколот, и фактически решение о неприемлемости жалобы Грузии было принято с перевесом едва ли не в один голос. В принципе, гипотетически такая ситуация вполне возможна и в украинском кейсе. В случае, если действительно Международный суд примет сторону Украины, как он может проконтролировать дальнейшее выполнение Российской Федерации временных мер? Для этого Международному суду ООН надо сначала решить вопрос о том, насколько этот спор вообще приемлем, и подпадает под его юрисдикцию, и только потом уже решать его по существу спора. На сегодняшний день украинская сторона ходатайствует о применении так называемых временных мер. Это и есть те временные меры, которые Международный суд ООН может наложить на Российскую Федерацию до принятия окончательного решения, которое, повторюсь, может занять многие годы. И такими временными мерами является требование Украины в дальнейшем прекратить финансирование террористических структур ДНР, ЛНР, обеспечить эффективный контроль за российско-украинской границей в районе нахождения ДНР, ЛНР, прекратить в дальнейшем акты дискриминации по отношению к крымско-татарскому населению и так далее. Сегодня, насколько я понимаю, Международный суд ООН, что решение об использовании или неиспользовании временных мер он примет где-то на протяжении следующего месяца апреля. Какими будут последствия для России, если она не будет выполнять те временные меры, о которых вы только что сказали? Прежде всего, это международное осуждение. Кроме того, Международный суд ООН и его решение будет означать, неисполнение его решения будет означать огромные репутационные потери для Российской Федерации. И, кроме того, еще будет один козырь в копилку того, что Российская Федерация добровольно как бы вычеркивает себя из списка цивилизованных участников международного общения. Конечно, каких-то конкретных санкций в виде ареста Путина не будет, потому что Международный суд ООН не является уголовным трибуналом, не имеет уголовной юрисдикции, и высшие должностные лица не подлежат уголовной ответственности перед этим судом в классическом понимании этого слова, как, скажем, это имеет место в деятельности Международного уголовного трибунала по Руанде или по бывшей Югославии. Александр, спасибо вам. С нами был Александр Евсеев, эксперт программы реформирования судебной системы Украинского института будущего. Трое украинских военных ранены, еще двое травмированы, сообщают в пресс-центре штаб АТОМ. Неспокойно было на Донецком направлении. Авдеевку, Дачу и Луганское боевики обстреляли из минометов различных калибров, а из гранатометов и стрелкового оружия Каменку, Пески, Невельское, Зайцево и Троицкое. На Луганском направлении под минометным огнем оккупанта Новоалександровка и Попасная, по Новозвановке и Станице Луганской пророссийские силы применили гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении били из минометов различных калибров, снайпер работал по толоковке. Украинские военные в зоне АТО убили российского снайпера. Стрелок вражеских сил подобрался к позициям ВСУ примерно на 40 метров и открыл огонь. Армейцы вынуждены были стрелять в ответ. По рации передали уничтожить. Тремя пятью выстрелами мы его убили. Нам дали команду забрать его. Мы его протянули какое-то время. Забрали все, что было при нем – документы, оружие. Пятерых раненых под Зайцево, среди которых двое волонтеров, срочным рейсом доставили в Днепр. У всех осколочные ранения головы и конечностей. Местные медики всю ночь извлекали осколки из тел пострадавших. Жизни волонтеров вне опасности. А вот состояние двоих бойцов врачи оценивают как крайне тяжелое. В Зайцево волонтеры Юлия Толмачева и Сергей Адамяк приезжали неоднократно. 8 марта они снова привезли местным жителям еду, лекарства и средства гигиены. Когда же возвращались назад, машину накрыло снайперским огнем. То, что остались живы – настоящее чудо, признаются волонтеры. Чую хлопок. Слышу хлопок. Был в бронежилете и каске. Вот она меня фактически и спасла. А Юля сбоку сидела. Ей осколки в голову попали. А мне руку раздробило и контузило. Пророссийские боевики вели по ним огонь целенаправленно, считает Сергей. Две недели назад их уже обстреливали по такой же схеме. Из Зайцево раненых срочным рейсом доставили в Днепр. Местные врачи всю ночь извлекали из тел пострадавших осколки и зашивали раны. Сейчас жизни волонтеров ничего не угрожает. Но Юлию Толмачеву ожидает еще одна операция. Врачи будут извлекать осколок, который застрял под глазом девушки. Все было приятно, сложилось. Их достаточно быстро доставили в больницу Мишникова. И военные врачи на месте сделали все возможное, чтобы оказать первую помощь и провести минимально оперативное вмешательство, для того, чтобы они доехали в больницу Мишникова. Состояние двоих раненых бойцов крайне тяжелое. Одному из них осколком раздробило две ноги, второй находится в реанимации. Детей, которые увидели войну своими глазами, лечат искусством. 23 малыша победителя всеукраинского конкурса «Украина глазами детей АТО» отправились на оздоровление в Карпаты. Отдыхать ребята едут не с пустыми руками. В Тернополе и Львове юные художники представят свои картины. Даше всего 14 лет, а она уже успела посмотреть в глаза войне. Девочка родом из Лисичанска. Больше всего она хочет, чтобы на ее земле наступил мир. Не зря картина Даши называется «Надежда на мир». На ней изображены руки и свечи. Свечи – это символ мира, божественной силы. Именно белый чистый свет. Руки цвета украинского флага. И я хотела показать мое желание, чтобы белый этот цвет был в Украине. На картинах дети призывают к миру. Война на Востоке больно ударила в сердца маленьких украинцев. Организаторы надеются, поездка отвлечет малышей от их недетских проблем. Уже завтра 23 юных художника будут в Тернополе. Потом отправятся во Львов. Дети едут вместе с выставкой на реабилитацию. И они там будут и отдыхать, и в то же время рисовать новую выставку «Карпаты глазами украинских детей», которую мы по приезду выставим где-то в каком-то из залов. Когда будет все готово в Киеве. Это уже четвертая оздоровительная поездка детского арт-каравана «Дружбы». За это время около 100 детей из зоны боевых действий путешествовали по Европе и Украине. Организаторы уверяют, проект будет продолжаться. На очереди еще 300 малышей. Алена Клюзко, Максим Кондратенко, UATV. Очередной транш финансовой помощи Совет директоров Международного валютного фонда соберется 20 марта, чтобы завершить пересмотр выполнения украинной программы расширенного финансирования и принять решение о выделении четвертого транша в 1 миллиард долларов. На прошлых выходных правительство Украины и руководство фонда согласовали меморандум о сотрудничестве. Это увеличивает возможность выделения очередного транша, сообщает директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс. Экспорт семян из Украины увеличился на 50%. В прошлом году страна продала товары на сумму 17 миллионов 200 тысяч долларов. Главные потребители украинских семян – такие страны, как Азербайджан, Беларусь, Молдова, Грузия. Также продукция пользуется спросом и в Евросоюзе. Специалисты прогнозируют, в ближайшие годы Украина может увеличить экспорт посадочного материала в десятки раз. Без очередей бумажной бюрократии и коррупции теперь младенцы смогут получить не только свой первый документ свидетельства о рождении, но и первую прописку, запись о регистрации. Такой пилотный проект Миньюз запустил в Харькове и Киеве. Фронт офисы ведомства выдают документ. В течение суток родители, которые первые воспользовались новой онлайн-услугой, получили документы для малышей из рук министра юстиции. За этим наблюдала Гурбик Ярослава. От счастья светится новоиспеченный отец Владимир. В канун праздника весны жена подарила ему долгожданного ребенка. Денис Владимирович еще в роддоме, а у него уже есть свидетельства о рождении и прописка. Их выдали через 24 часа после подачи родителями документов. Это единственное, что от них требовалось при оформлении ребенка. Остальные заботы на себя взял Минюст. Процедура самая простая. Только паспорта нужно, и заявление, и свидетельство о браке. И все. И вообще никаких проблем. Отдали, забрали. Вместе с родителями Дениски свидетельство о рождении из рук министра юстиции получили еще 4 семьи с новорожденными украинцами. Кроме того, при выписке из роддома младенцам выдадут и документы регистрации места проживания. Эту новую пилотную услугу ведомство запустило в марте. Раньше до введения этого пилотного проекта семья, в которой родился младенец, после выписки из роддома должна была идти в местный районный ЗАГС. Проходить там несколько недель, чтобы получить свидетельство о рождении. После идти в миграционную службу. И еще там несколько недель стоять в очередях, чтобы зарегистрировать прописку ребенка. Теперь это занимает 24 часа. Услугой могут воспользоваться родители новорожденных в роддомах столицы и Харькова. За год проекта хватит всю страну. Выдается свидетельство о рождении непосредственно в роддоме. Вместе с этим предоставляется заявление о том, что ребенок должен быть зарегистрирован. Для этого родителям нужно определиться с именем малыша и местом регистрации. И таким образом за сутки или двое можно получить и свидетельство, и запись в реестре территориальной громады о том, что ребенок зарегистрирован. Новый сервис прописки запустили в рамках услуги «Свидетельство о рождении» за 24 часа. Ее менюс начал в 2015 году. Сейчас 474 роддома в Украине предоставляют такую услугу. Только за прошлый год документы получили 116 тысяч младенцев. Это 25% от всех новорожденных. Ярослава Гурбик, Владислав Посудевский, UATV Сотни молодых украинцев стали жертвами обмана псевдоработодателей в РФ. Их вербовали для работы в России под предлогом выгодного трудоустройства. А после приезда угрозами и шантажом заставляли заниматься наркоторговлей. Непокорных сдавали в полицию. Так в застенках российских тюрем и СИЗО оказались десятки обманутых сограждан. В ситуации разбиралась Оксана Прыжко. Вместо денег камера в конце прошлого года сын Елены Белецкой согласился на предложение выгодного трудоустройства в РФ. И уже несколько месяцев пребывает в застенках российского СИЗО. Был отправлен в один конец. Без денег, без ничего. В один конец в Москву. Там его встретили два человека, которые в машине. Сразу же была ликвидирована в машине симка. Когда мой сын разобрался через несколько дней, что к чему, он попросился уйти. Ему, естественно, отказали. Он был задержан. Парня арестовали. Его и еще 46 граждан Украины обвиняют в создании наркоторгового синдиката. Им грозит серьезный тюремный срок. Речь идет о гражданах Украины, которые были осуждены или пребывают под следствием по 228-й статье. Это незаконный оборот наркотиков. К сожалению, в последнее время им инкриминируется еще и 210-я статья. Это создание преступного сообщества. Если в 228-й до 15-ти лет решения свободы, то в 210-й до 20-ти. По разным оценкам, несколько сотен обманутых украинцев сейчас пребывают в российском заключении. Но пока ни один из них официально не признан потерпевшим. Хотя людей с таким статусом обязывает освобождать Международная конвенция о защите жертв торговли людьми. Отечественные правозащитники совместно с государственными органами разрабатывают и другие механизмы по возвращению потерпевших в РФ украинцев, а также их реабилитации. Лица, о которых есть информация по вовлечению их в эту схему принудительно, должны быть признаны потерпевшими. Этот вопрос должен быть решен. Тем более, что есть механизмы, которые до сих пор действуют между Украиной и Россией. Нравится нам это или нет. Но они есть, и их надо использовать на благо украинских граждан. Для родственников жертв преступной сети отечественные правозащитники разработали подробную пошаговую инструкцию реагирования. Это схема для обращения как в отечественные, так и российские структуры. Ее можно скачать на смартфон. Данная инструкция есть на сайте Украинского Хельсинского Союза по правам человека. Также там есть примеры всех документов, которые упоминаются в инструкции. Как они должны быть заполнены, с адресами и приблизительным текстом. Родственники пострадавших советуют осторожно относиться к объявлениям с приглашением на работу в РФ. Говорят, что Киев в последнее время снова начали появляться в общественных местах Киева. Это касается каждого. Чтобы, видя такие объявления, понимали, в какую ловушку могут попасть. В 2016 году правительственными усилиями в Украину были возвращены из-за границы 15 украинцев, жертв торговли людьми. Оксана Апрышко, UATV Чествование Кобзаря. Сегодня Украина отмечает 203-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. В столице к памятнику выдающегося украинского поэта и художника Киевляне несут цветы и читают его стихи. Оркестром, песнями и стихами. Такими звуками наполнен парк имени Тараса Шевченко. Сюда сходятся киевляне и гости столицы. У памятника звучит поэзия Кобзаря. Ее исполняют акапелла. Во-первых, он пророк для Украины. Во-вторых, я всегда прихожу к памятнику Шевченко 9 марта, в день его рождения. Для меня он имеет большое значение. Я учу свою внучку его читать, любить и уважать. Любовь к творчеству выдающегося украинского поэта своим студентам прививает и преподаватель Киевского университета имени Тараса Шевченко Гурская. Она привела своих иностранных студентов к памятнику, возложить цветы и сделать совместное фото. Мы говорим о том, что это человек, который видел две стороны жизни. Одну – это крепостничество, когда человек не свободен и не может реализовать себя. И вторая – это свободная жизнь. То, что он хотел свободной жизни всем людям, это, пожалуй, объединяет все страны. Не только для украинцев, но и для всего мира. Это поэт, который именно эмоции несет. Когда человек должен жить в красивом мире, свободной жизнью. Я знаю Тараса Шевченко. Это очень известный поэт и художник. И я хочу праздновать его день рождения. Почтить память Кобзаря пришел и святейший патриарх Киевской и всея Руси Украины Филарет. Он призвал украинцев прислушаться к словам великого поэта и продолжать отстаивать свою свободу. Не мы напали на Россию, а российские войска топчут своим оружием нашу украинскую землю. Поэтому наши сыновья отдают свою жизнь за нашу свободу. Мы не хотим чужой земли, но свою свободу не отдадим. Тарас Шевченко был борцом за свободу украинского народа. Его произведения переведены почти на все языки мира. Во многих странах ему установлены памятники. Родился Кобзарь 9 марта 1814, умер 10 марта 1861. День рождения Тараса Шевченко в Киеве в этом году отмечали еще более креативно. Его творчество бессмертно. В очередной раз убедилась Оксана Апрышко. Она была на нескольких акциях в честь великого Кобзаря. За стихотворение наизусть бесплатный проезд. В день рождения великого Кобзаря такой сюрприз ожидал пассажиров киевского метрополитена. Акция по чтению из стихов Тараса Шевченко проходила на трех станциях Киевской подземки. Вот здесь, на Контрактовой площади, пассажиры устроили настоящий концерт. Без врагов можно в свете жити, а ті добрі люди знайдуть тебе всюди. І на тім світі добряги тебе не забудуть. І я живу. І надо мною, своєю божою красою, гориш ти, зоренько моя. Не уступають пассажирам знаний поэзії Шевченко і станціонні роботники. Признаються, аншлага во время акції не ожидали. Я не ожидала, що стільки буде, особливо молодих людей, які декламували стихотворення не з бумаги, а на пам'ять. Даже некоторые приходили специально. Организатори подготовили шпаргалки для подзабывших школьну программу. Але большинству пассажиров вони не понадобились. Були люди з Донбасса. Вообще, акцію почала жінка з Севастополя, яка, невзирає на те, що не дуже хорошо говорить на українському, красиво прочитала поэзію. Був мужчина, який подготовився к цій акції. Нам приємно, що кобзаря чевствують. І на земле, і під землєю, вместе з нами. Київляні і гости столиці здали на отлично тест по знанию творчества Шевченко. Каждую минуту акції, бесплатный проезд в метро за декламування стихов, получили приблизительно два пассажира. А тем временем у парк имени Тараса Шевченко стартует другой, более масштабный флешмоб в честь дня рождения поэта. Около 400 людей хором читают пророческое стихотворение в каземате. По інициативе київских организаторов, к акції присоединились люди ещё в 170 украинских городах и посёлках, а также почти в 30 странах. Франция, Польша активно присоединилась, Латвия. Самые экзотические страны – это Китай, Таджикистан, Македония. Во всём мире в хоровом чтении легендарного произведения Шевченко взяли участие свыше 3,5 тысяч человек. Акции, прошедшие в день рождения «Гения слова», подтвердили творчество Кобзаря через два столетия. Помнят и любят как в Украине, так и далеко за её пределами. Оксана Прышко, Игорь Каркадем, UATV. На этом «Точка». Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь с UATV. Увидимся уже завтра.